Эта эстрадная и джазовая певица ярко выделялась на фоне исполнительниц советской эстрады. Икона стиля «Лиди-звезда», «Мисс Шанель» Советского Союза, такие звания присвоили панаровской почитателе ее таланты и критики, а недоброжелатели за эпатажность называли ее «несоветской». Родилась Ирина в 1953 году в Ленинграде в музыкальной семье. Она с детства стала заниматься музыкой, освоила игру на фортепиано и арфи, а также брала уроки вокала. Окончив в 1971 году школу, девушка поступила в Ленинградскую консерваторию и практически с первого курса стала строить свою карьеру. Знакомый отца Ирины пригласил ее в «Вио» поющие гитары, где в течение пяти лет она была солисткой, а когда в 1975 году режиссер Марк Розовский на базе этого коллектива поставил рок-оперу «Орфея Евредика», Понаровская исполнила роль Евредики, став известной на всю страну. И действительно, опера имела оглушительный успех, и музыканты, принимающие в ней участие, были приглашены на фестиваль, который проходил в Дрездене. Именно там Понаровская, исполнив песню на немецком языке, получила первую премию и море зрительских симпатий. Ее карьера неуклонно стала идти вверх, и уже в 1976 году она одержала победу в Сопоте, став известной и за рубежом. В 1976 году Ирина переехала в столицу, где стала работать в оркестре Олега Лундстрима, а, кроме того, впервые появилась на большом экране в качестве актрисы и в течение последующих лет активно снималась, а потом поставила на этой деятельности точку, и с середины 90-х стала сотрудничать с телевидением в качестве ведущей многих развлекательных передач, а также сосредоточилась на своих сольных выступлениях. С приходом нового тысячелетия Понаровская практически исчезла с эстрады, появляясь иногда в сборных концертах, сохранив за собой статус звезды, закрытой для прессы. Естественно, личная жизнь этой эпатажной звезды всегда интересовала публику, тем более, что и здесь Ирина отличилась. Ее первым мужем был руководитель ВИА «Поющие гитары» Григорий Клеймитц, с которым она прожила около двух лет и тихо разошлась. Зато о втором муже певицы Вейланди Радзе говорила вся страна, что неудивительно, ведь этот джазовый певец и музыкант был негром, а, как известно, в те времена на браке с иностранцами, тем более темнокожими, смотрели косо. В 1984 году у пары родился сын Энтони, который сейчас стал художником и живет в Норвегии. Но и этот брак не принес счастья певице. Супруги часто ссорились, причем, муж не раз поднимал руку на Ирину, и, прожив семь лет, она подала на развод. Не успели затихнуть разговоры о разводе Ирины, как ее имя опять появилось в «желтой» пресса. На этот раз на страницах разных изданий обсуждался роман Панаровской с певцом Соса Павлаашвили, который вскоре перешел в гражданский брак. Но и эти отношения были недолгими, а в 1986 году певица вышла замуж за известного врача, уролога Дмитрия Пушкаря, с которым прожила вместе 11 лет. После того, как в 1997 году Ирина развелась, она больше не стремилась наладить личную жизнь, а об ее романах, которые наверняка имели место у такой эффектной женщины, ничего не было известно. Уже довольно длительное время Панаровская нигде не появляется, а некоторые сведения из ее жизни становятся известными со слов ее концертного директора. Да, певица исчезла и со сцены, и с экранов телевизоров, но ее по-прежнему приглашают на различные приватные мероприятия, где она с удовольствием выступает. К тому же, она занимается бизнесом, организовав ателье по пошиву одежды, а кроме того, курсирует постоянно между тремя странами – России, где теперь живет в Санкт-Петербурге, Эстонии, там под Нарвой она купила дом, и Норвегии, где живут главные мужчины ее жизни – сын и внук. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?